Всем привет! Сегодня решил сделать обзор на новую программу Cache Dartboard, которую нашел в Play Market. Она довольно свеженькая, но очень интересная по своему функционалу. Давайте на нее посмотрим. Это главный экран. Как мы видим, кнопки навигация, музыка, видео, контакты и кнопка настройки. Также отображается скорость по GPS и отображается дата и время. Снизу управление музыкой. Давайте поподробнее рассмотрим каждую из кнопок. Навигация. При нажатии навигации выходит стандартная навигационная программа, которая у вас установлена на телефоне. В данном случае у меня установлен Google Maps программа. Далее кнопка музыка. Выходит у нас музыка по альбомам разбитая. Давайте попробуем включить. Вот. И данный трек отображается у нас снизу. Также можем перемотать на следующий трек. Ну, с музыкой все ясно. Видео. Далее идет кнопка контакты. Останавливаться на этом не будем. Давайте посмотрим, что у нас в настройках. В настройках мы видим устройство Bluetooth. Здесь мы видим OBD-2. Я его уже подключил в машине. Он работает. Подключен к программе. Фоны. Фоновое изображение на задний бэкграунд программы. Здесь множество автомобилей. Давайте поставим Renault Duster, так как у меня Duster. И посмотрим, как это выглядит. Вот так симпатично это получается на экране смартфона. Далее в настройках у нас есть автозагрузка. Я так понимаю, что включаем эту функцию и у нас загружается программа при включении телефона или на установке на зарядку. И отключить рекламу. Реклама отключается платная. Далее, что у нас есть. Ну, сама функция OBD. Мы видим, что сейчас машина заведена. Показываются обороты 750 с калибровкой. Далее скорость также показывается. Давайте посмотрим на работу оборотов, как плавненько это все происходит. Ну, вот смотрите. Все очень плавно. Стрелки плавают плавно по шкале оборотов. Далее скорость и задатчик уровня топлива. И снизу мы также видим все данные автомобиля. Это здесь я поставил загрузку двигателя. Здесь те же обороты. Fuel level. Ну, это топливо. Здесь заслонка стоит. Положение заслонки. Здесь скорость. И масса воздуха. Не знаю откуда. Ну, показывается параметр минус один. Также каждый параметр можно выбирать на собственное усмотрение. Смотря сколько датчиков установлено в самом автомобиле. Потому что в автомобилях установлено разное количество датчиков. Например, я выбрал оптимальный набор, который соответствует моему автомобилю. Потому что некоторые из датчиков у меня просто не установлено на Duster. Здесь мы выбираем любой параметр. Ну, как видим, здесь стоит Dash. Что соответствует, этого датчика нет. Далее перейдем на следующий экран. Здесь пользовательские ярлыки. Можно устанавливать тех программ, которые установлены на телефоне. Вот у меня здесь несколько программ стоит. Посмотрим, как это происходит. Вот он показывает список всех моих установленных программ. Выбираем. И вот этот ярлык появляется на экране этих ярлыков. Также его можно заменить, если подержим несколько секунд на этой клавише. И заменяем на другой значок. Ну, в принципе, очень все плавненько, красиво сделано. Я думаю, программа имеет место быть. В принципе, и все. Мы рассмотрели программу Cash Dashboard. Все ссылки на эту программу под моим видео. Оставляйте комментарии, если вам понравилось. Ну, если нет, и если есть у вас какие-то мнения по поводу этой программы, пишите в комментариях. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok